Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Выплаты в размере 10 тысяч рублей на школьников должны быть проведены до 17 августа текущего года. Соответствующее поручение по реализации послания президента России Федеральному собранию дал премьер-министр Михаил Мишустин. Два дня остаются до Дня Победы и в преддверии главного праздника страны повсюду чествуют ветеранов. В Центре социального обслуживания на фронтовом огоньке звучали песни военных лет. Ветераны вспоминали свои фронтовые будни, а подрастающее поколение дарило положительные эмоции. К чайпитию присоединилась и наша съемочная группа Александр Коваленко продолжит. Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на рекой Катюша на высокий вечер. Усидеть на месте и не подпевать было невозможно. Когда зазвучала фронтовая песня, не удержались даже те, кто о войне знает лишь понаслышке. А именно она и поднимала боевой дух, давала силы и наполняла положительными эмоциями. Катюша, которая была написана в далеком 1938 году, прошла всю войну, сквозь пули и сегодня она любима. Ветеран войны Магомед Капушев, услышав Катюшу, невольно вернулся в те окопы, к боевым товарищам, многие из которых так и остались на полях сражений. В глазах ветерана и радость, и скорбь. Такие значимые, священные, святые дни и даты мы не должны забывать, несмотря ни на трудности, ни на тяготы. Поэтому в условиях норм соблюдения санитарно-гигиенических мы проводим те мероприятия, которые по праву должны проводиться всеми. В уютной дружеской атмосфере ребята со своими старшими наставниками слушали рассказы о военном времени, о том, как тяжело приходилось советским солдатам в суровые годы войны. Минутой молчания они почтили память тех, кто не вернулся и защищал нашу родину. Своё представление о войне ребята отразили на бумаге. Яркие работы они представили на празднике. Вечный огонь, как символ вечной памяти. Эту композицию Радмир Качиев специально выполнил для уважаемого ветерана, а также выучил стихотворение. Я рядный букетик груди прижимая, читаю стихи про 9 мая. В зале такая стоит тишина. Я помню слова, а сказать не могу, как дедушкин дед не сдавался врагу. За родину дрался, за мир, за меня, но так не дожил до победного дня. Его погубила фашистская мина. Он дом не достроил, не вырастил сына. Почему так? И чё в тишину? Давайте к нам больше не пустим войну. В сопровождении мамы Зарины Радмир Качиев посещает этот центр уже более двух лет. С радостью, с энтузиазмом ребёнок ходит на занятия, готовя домашнее задание с полной ответственностью. А ещё ждёт встречи с друзьями, с которыми занимаются вместе. Занимаемся с педагогами, с психологом. Ребёнку очень нравится посещение центра, так как у нас проходит здесь развитие, развивающие игры. Занятия с психологом очень интересные. Ранее мы занимались дома, так как ребёнок не ходил. Огромное спасибо за предоставление автомобиля, так как у нас ребёнок был колясочник. Нам предоставляли машину. Работники центра с профессионализмом подходят к делу. Огромную благодарность как сотрудникам, так и посетителям, потому что идёт общее развитие. Сегодня в Центре социального обслуживания население получает услуги 40 ветеранов Великой Отечественной войны и вдовы, а также 163 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Занятия музыкой, пением, рисованием, физкультурой сближают всех ребят, делая их одной дружной семьёй. Ах, как хочется бедровых угас, красных мах полежать на земле. Александра Коваленко, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Годовая инфляция в Карачаево-Черкесии уменьшилась. Она составила в марте 5,5%. Это самый низкий уровень среди регионов ЮФУ и СКФО отметил главный экономист экономического отделения национального банка Республики Азнаур Халилов. Он рассказал, что рост предложения местной тепличной продукции и возросший объём поставок из соседних регионов привели к замедлению темпов роста цен на огурцы и помидоры. Также снизились цены и на кондитерские изделия. Этому способствовали увеличение предложения со стороны кондитерских и пекарен, а в республиканской столице, а также государственные меры по регулированию цен на сахар и подсолнечное масло. В то же время подорожало мясо, курицы, сказалось повышение цен на корма и ветеринарные препараты. В Черкесии в результате стабилизации эпидемической обстановки замедлился рост цен на медикаменты. Однако повысились цены на отдельные парфюмерно-косметические товары из-за восстановления потребительского спроса и продолжающегося переноса в цены, произошедшего ранее ослабления рубля. Кроме того, из-за повышения оптовых цен на внутреннем рынке, вследствие увеличения мировых котировок на нефтепродукты и изменения налогового регулирования подорожал автомобильный бензин. А из-за роста цен на авиакеросин и необходимости компенсации авиакомпаниями, недополученной в прошлом году прибыли, подорожали и авиабилеты. При этом стабилизировались цены на такие услуги, как стрижка и маникюр. Ранее повышение их стоимости было связано с ослаблением курса рубля и ростом стоимости сопутствующих расходных материалов с высокой импортной составляющей. Весь из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 134 человека. Из них 19 1917 выздоровели, 133 госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачности дождь. Температура воздуха ночью плюс 8, днём 18 выше нуля. А в горах небольшой снег с дождём. Температура ночью плюс 7, днём 12 градусов тепла. В Черкесии без осадков. Температура ночью плюс 11, днём 21 градус выше нуля. Продолжаем выпуск. Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовал переход «Дружба народов» на лошадях карачаевской породы, посвященной Дню Победы. Конники проследуют по местам боевой славы и финишируют в Пятигорске. В переходе участвуют представители нашей республики, казаки из Ставропольского края. На старте с садниками встретился и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Десять садников участвуют в четырёхдневном переходе на лошадях карачаевской породы. Он посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Нам очень важно пройти те места, где наши предки ценой собственной жизни защищали Отечество. Каждая из лошадей готова отправиться в долгий путь по горным местам. А финишировать участники перехода будут уже в Пятигорске. Десять лошадей принимают участие карачаевской породы от места Улак-Умыш до города Пятигорска, до памятника города 9 ММО. И дальше уже пойдём в Горячеводск. Путь покажет. Мы считаем, что она подготовлена, выносливо, все готовы. Путь покажет. Лошадей это точно подготовлено, сами как будет. В конном переходе принимают участие представители казачества из Ставропольского края. Такие мероприятия позволяют нам помнить тот подвиг, который совершили наши предки. И главная цель перехода – тесное взаимодействие, дружба между народами, отмечают казаки. Когда приходит беда, в России нет национальностей. В России есть просто герои, которые защищают свою землю. Это сделали наши дети практически 80 лет назад. И сегодня, во знаменании 76-й годовщины времени окончания войны, наши ребята хотят пройти этим историческим путём от мест боевой славы, где сражались за Кавказский перевал, где остановили фашистских захватчиков, к столице федерального округа, в город Пятигорск, донести знамя победы. То есть надо помнить свою историю. Хотим наравне с теми людьми, кто принимает участие в парадах, отдать должное память тем людям, которые сделали подвиг во время Великой Отечественной войны, и прочувствовать хотя бы, если не кровью, то потом, ту степень усталости, которую им приходилось испытывать в нелёгкое военное время. У нас первый пробег на карачаевской лошади. Это первый у нас пробег, посвящённый 9 мая. Это первый пробег по маршруту. Надеемся, что он пройдёт удачно и надеемся, что он будет традиционным. На своих резвых скакунах в конном переходе также принимают участие девушки-представители казачества. Хрупкая казачка Ольга Ганяева уверенно сидит в седле и достаточно ловко управляет своим жеребцом. Она уверена, что от хорошей подготовки лошади зависит успех в прохождении данного маршрута. Мы ходили переходы 250 километров, 150 километров до подножия Эльбруса. Это походы, это вообще неотъемлемая часть жизни, наверное, конников, которые действительно любят это дело, которые любят лошадей. Это возможность соединиться с природой, соединиться со своей лошадью, то есть понять то, что она чувствует, то есть это вообще непередаваемое ощущение. И вот с флагами и знаменем победы конники двинулись в путь. На лошадях карачаевской породы участники перехода постят места боевой славы, дав вспомнить бессмертный подвиг героев Великой Отечественной войны. Алихалип Шоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Все чаще звучат совершенно несочетаемые слова детской наркомании. Взрослые, умудренные жизненным опытом, люди приходят в ужас от этих страшных слов. К сожалению, они могут коснуться любого подростка. Что делать, как защитить, как предупредить о смертельной опасности и насколько эта тема актуальна в нашей республике, узнавала Альбина Ламкова. Никто не может подумать о том, что проблема употребления наркотических веществ может коснуться его родных. Но, к сожалению, эта беда не обходит стороной и жителей нашей республики. В период 2020 года, когда у нас была новая коронавирусная инфекция, казалось бы, мы все находились дома на изоляции. Тем не менее, нами было зарегистрировано 67 случаев заражения. На школьных мероприятиях специалисты часто поднимают тему, направленную на профилактику ВИЧ-инфекции – наркомании в молодежной среде. Эти проблемы, к сожалению, актуальны. В этом направлении большую работу проделывают волонтерские группы в школах. Здоровый образ жизни – это не только модно, но и необходимость. Сейчас пошла такая молодежь, которая очень влиятельная. И на более младших детей, даже более младших возрастов, она может очень сильно заблуждать. И дети могут даже не догадываться, что, приняв одну дозу, сейчас, в будущем у них будут огромные проблемы. Также ты портишь себе здоровье. И я считаю, что эта тема очень актуальна. И такие мероприятия нужно проводить очень часто. А также самое важное, чтобы родители это понимали. И родители сами проводили такие беседы со своими детьми. Средний возраст наркомана в республике от 20 лет и старше. Но, тем не менее, специалисты считают, что на эту тему необходимо уделять большое внимание в школе. У нас есть и пациенты, которые состоят у нас на учёте. Есть, конечно же, и наркопреступления в нашем регионе. Поэтому самое основное, что остаётся как самый рабочий и действующий механизм – это, в первую очередь, первичная профилактика. Беседа о вреде употребления наркотиков и возникающих проблемах проходила оживлённо в форме вопрос-ответ. Дети с большим интересом слушали специалистов. Это объясняется тем, что педагоги 15-го лицея уделяют этой проблеме много внимания. Профилактическая работа проводится как с подростками, так и с их родителями. Потому что большая часть восприятия мира закладывается в семье. В частности, основы здорового образа жизни. Оградить детей от всех проблем в жизни невозможно. Но такой смертельной угрозы, как наркотики, по силам каждому. И это должно быть главной задачей именно родителей. Взаимопонимание – одна из основных частей воспитания. Эта работа, конечно, не лёгкая, но выполнимая. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это всё Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Паромщица». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова